Ирина и Константин прожили не в браке 4 года. Когда решили узаконить отношения, подошли к этому вопросу по-философски. День регистрации – наш день. Хотим и праздновать его вдвоем. Решили вообще сделать что-то такое необычное. Купили платье и пошли в ЗАГС вдвоем. Вдвоем, может быть, родственники немножко некоторые обиделись, там друзья. Ну, мы одни пришли в ЗАГС. Появление штампа и обручальных колец на руках ничего не изменило, говорит Ирина. Два с лишним года семейного счастья – не без ссор, конечно, и… Пошла у нас коса на камень, так сказать. Что-то характеры стали не складываться, так нам казалось. Выступать друг другу перестали. Бытовая вот эта вся. Да, много работы, работа, дом, учеба. Да, перестали вместе проводить время, там общаться. Молодые люди развелись. Решили, что дочка не должна жить в такой семье, где постоянные ссоры и придирки не компенсируют наличие любимых мамы и папы. Но надолго их не хватило. Видимо, настоящая любовь так бесследно не проходит. И пусть процедура расторжения брака состоялась, Ирина и Константин снова одна семья. Не нужно идти на вот этом поводу, что люди подумают, что люди скажут. Нужно делать, как чувствует сердце, как ты чувствуешь. Ирина говорит, что развод был необходим. Очень отношения изменились. В чем-то она уступит, где-то муж промолчит. Теперь все дела по дому делают вместе. Помогают друг другу. Научились не только доказывать свою правоту, но и слышать другого. Больше всех рада воссоединению мамы и папы маленькой Ариадны. Мы счастливы. У нас такая хорошенькая доченька. Да, Костя? Да. Любимая наша. Умничка. Уже 4,5 года. Еще вся жизнь впереди. Еще надо и выучиться. Ее выучить, на ноги поднять. Все замечательно. Я даже не думал, что я так люблю свою жену. Стоило побыть одному неделю, вторую и все. Теперь вообще по-другому все. Теперь люблю еще больше и никуда от нее не денусь никогда. Не отпущу никуда, никому не отдам. По статистике этого года в России 70% браков распадаются. А сколько пар сойдутся вновь, история умалчивает. Потому что не все доходят до ЗАГСа. Вот и наши герои не уверены, нужен ли им еще один штамп в паспорте. Марина Медведева, Игорь Антонов, Телемикс.